Ваши остановки не покрывают такие случаи аварии Так вот, здесь сами... Знаете, вообще нет, без проблем. Даже если у вас нет рамы, то для них это вообще не страшно. Первый раз за сколько поездок в Санкт-Панк предоставали. Тут есть также местные гоичники. Они обычно вы каждый день будете видеть. Они каждый день проводят рейды. Они стоят на обочине. И всех фарангов... Фаранги это иностранцы с тайского. Останавливают. Всех останавливают. Всех. И они уверены, что у 95% туристов нет прав. Поэтому они очень прекрасно на месте. Поэтому вы их хлеб. Они обычно расстраиваются, если у туристов права есть. Или у вас приходите напускать его. Как не быть жертвой местных полицейских? Самое главное скрыть цвет своей кожи. Шлем обязательно. Во-первых, запасите. Как за этим шлемом сидят. И руки свои. Потому что местные закрывают руки, чтобы не сгореть. Они обычно надевают разные рубашки с ними. Либо свитер, алипику. Вы так же можете сделать. И местные полицейские пока будут вас свить. Будут на вас смотреть. Будут думать. Местные это иностранец. Он оптилектуристом пропустит уже над его хлеб. Поэтому он скорее всего вас просто отпустит. Надеетесь, знаете, тапочки с нас камерой. Здесь это модно. На местных полицейских. Так, если будете ходить, съездить. Вас никто здесь не остановит на самом деле. Ну, смотрите. Аккуратно. Аккуратно. Закрывай. Айкос. Ували. 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 Аккуратно. Аккуратно. Это не значит, что вы тоже можете спокойно ходить в открытую. Потому что местная полиция бывает на гражданке. Она может просто вас остановить и все. Закрывай. То есть не нужно опишировать. Показывать. Аккуратно. Да, конечно. Они сами здесь продают тайцы. Здесь страна гораздо корруппированнее, чем наши. И здесь они просто платят полицейским. Мне бы спокойно продают. Эту контракону с Малайзией обычно завозят и продают неспокойно. А полиция спасет шлепки в носках, шлем и закрытие всех частей дела. Вот это шлепки в носках, это вообще, это здесь модно. Сейчас думаю, что с ними делать, собрать, сдавать 12 лет. Два года. За предыдущие шлепки в носках. Почему так, знаете? Под макоседами тоже. Здесь. И поэтому, если вы, допустим, покупаете эти электронные сигареты, айкос и колены, то вы для них считаетесь, знаете, как воров. То есть вы не платите налог, вы в казну ничего не поступает, поэтому вы как вор. То есть вы не платите налог. Аккуратно закрывайте. Вот. Берегите себя здесь. Местная кухня какая здесь местная кухня, кто помнит? И если они слышны один раз но спать, они не услышны. Поэтому, смотрите. Что даже не может быть острым, конечно. Слышали гастриты? Говорит, но спай. Но спай. В первые, наверное, полтора дня я не рекомендую вам есть местную пищу сразу, чтобы не провести время на всем известном месте. Уже есть более знакомую пищу для ваших желудков. Макароны, картофель можете. Потом можно кальмары. Немножечко. Либо можно и курицу. Дешево, в принципе. Я ел одно и то же блюдо. Это же блюдо я ел в других заведениях, где оно стоит 7-8-10 долларов. Никакой разницы вообще нет. Потому что тань за 2 доллара. Внимайте нас. Опять же, просто поднимитесь чуть повыше. Идите подальше от моря. Причите.